Здравствуйте! В эфире программа 1.1. И сегодня на актуальную для многих тему говорим в студии с психологом в социальной сфере отделения социально-психологической помощи Ириной Багировой. Ирина Михайловна, здравствуйте! Ваши профессиональные знания и опыт помогут нам разобраться сегодня в серьезной теме, теме страхов. Ну что ж, я напомню, что у нас работает сегодня телефон, по которому можно в прямом эфире дозвониться к нам, чтобы задать вам вопрос. Телефон 54-62-72. Ну а поговорим мы о страхе в жизни человека. И давайте изначально разберемся в психологии страха. Здравствуйте еще раз. Да, тема на самом деле очень актуальна для человека, поэтому хочется рассказать о этом состоянии, об этой эмоции с психологической... ...в точки зрения. Современная психология объясняет страх как совокупность физиологических и психологических состояний человека. На сегодняшний день выделено 10 базовых эмоций. Американский психолог Изарт Кэррол выделил 10 эмоций, которые подразделяются на положительные и отрицательные. Но группу отрицательных эмоций возглавляет, конечно, страх. Надо сказать, что страх носит в себе функцию защитную. И также человек получает информацию от реальной или мнимой опасности и таким способом как бы предохраняет себя от какой-то опасности, которая может лишить его жизни. Так, казалось бы, вроде бы хорошо, что боимся. Или это не так? Почему действительно нас это тревожит? На самом деле, почему негативные вот эти отрицательные эмоции так, ну, скажем так, относятся именно к негативным эмоциям? Потому что человек испытывает большой дискомфорт, он чувствует себя неуверенным, он чувствует большое такое напряжение внутри, и хочется ему от этого избавиться. Поэтому на самом деле, ну, оценивается это как что-то негативное, что-то очень плохое, с которым надо что-то сделать, да? Вот. Ну, следует отметить, что страх, как любая другая эмоция, она нужна человеку. И есть определенная функция у каждой эмоции. Поэтому в норме она должна присутствовать у всех. Поэтому есть, конечно, такие эмоциональные нарушения страха, да, состояние страха, когда возникает такой чрезмерный страх, который мы называем фобией. Фобия – это такое состояние, когда человек скован, он не в состоянии анализировать, что с ним происходит, он не в состоянии контролировать это. И может возникать какая-то проблема, которая, ну, можно привести пример, конечно же, да, такой достаточно не очень приятный, но, тем не менее, очень такой показательный для того, чтобы понять вообще, что такое страх и какие вообще его интенсивности могут происходить в жизни человека. Ну, например, когда происходят военные действия, да? И ученые, как бы, заметили, что большое количество людей, которые подвержены смерти, да, именно из числа тех, которые испытывают либо чрезмерный страх, либо такое состояние бесстрашие. Вот. Почему так происходит? Ну, надо понять, что, так как это физиологический процесс, да, и включаются сразу, ну, такие гормональные, такие моменты физиологические, когда выделяется адреналин, и человек получает команду «бей или беги». Но, когда происходит чрезмерный страх, это, скажем так, невозможно, ну, как бы, проанализировать, проконтролировать, да, человек находится в состоянии таком статичном, и сложно ему найти решение, да, этой ситуации какой-то, и справиться со своим вот этим вот негативным переживанием. Вот. А когда происходит, ну, спросите, да, бесстрашие, да, почему именно это состояние также может быть таким очень уж негативным, да, в критической ситуации? Ну, наверное, потому что в этой ситуации человек не отслеживает риски, он сознательно или бессознательно, наверное, как-то, скорее всего, бессознательно, да, подвергается себе опасности, и точно так же, ну, подвержен вот такому нежелательному результату. Такие пограничные состояния, когда и то плохо, и это нехорошо. Да, 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 именно так. Вот. Поэтому, ну, стоит, наверное, подумать, откуда корни растут, да, почему? Да, 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 это очень важно разобраться, понять, и, в общем-то, это то, наверное, от чего можно оттолкнуться в дальнейшем, чтобы контролировать эту ситуацию. На самом деле, да, страх, он уходит корнями в те времена, когда формировались у человека инстинкты, формировались. И самый главный базовый инстинкт, который присущ всем живым организмам, и в том числе и человек, значит, это инстинкт самосохранения. Вот. Ну, с древними временами понятно, да, человек жил в небезопасном для себя мире. Вокруг было много хищников, могли происходить какие-то стихийные бедствия, и человек, это ему помогало выжить. Вот. Но что же тогда происходит сейчас, да, с человеком, и нужен ли ему, собственно, этот инстинкт? На самом деле, если так посмотреть, на самом деле, социальное общество наше, оно... Еще более агрессивно, чем древний мир. Да, ну, внешне, как бы, да, причин каких-то таких вот явных, да, мы можем не наблюдать. Человек более защищен в нашем мире, да. Ну да, мы ходим в одежде, ездим в автомобилях, у нас есть жилье, жилище комфортное, да. Откуда же такая масса страхов? Реально, есть вот реальные угрозы, да, которые связаны вот с биологическими вот какими-то ситуациями, да, биологические страхи. Есть, давайте так, я расскажу о том, что есть основных четыре вида страхов. Первый страх, о котором только что мы, как бы, упомянули, это биологический страх природного значения, да. С этим все понятно. Там реальная угроза, и человек, в общем-то, находит в себе силы, ресурсы, то есть включается инстинкт самосохранения, он спасается. А второй, ко второй категории относятся социальные страхи. Это вот как раз об этом можно сейчас поговорить. Почему социальные страхи, они не совсем, ну, как бы, обоснованы, да, потому что, ну, если, предположим, человек выступает при большой аудитории, это же не говорит о том, что с ним что-то может случиться, да, физически. Но, тем не менее, вы правильно сказали, виной всего стресс. Человек живет в очень таком интенсивном мире, где происходит очень много событий. Человек испытывает страх постоянно. Естественно, он находится в состоянии стресса, большого напряжения, поэтому социальные страхи, они, ну, немножко расскажу о них, да, какие они бывают на самом деле. То есть страх ответственности сюда относится, да, а страх, допустим, власть имущих, да. Ну, почему так происходит? Потому что, ну, как известно, человек, материальная составляющая, да, это очень важная часть, которая, да, и она зависит, допустим, от каких-то людей значимых, там, начальников, предположим, и так далее. И, естественно, человек очень боится потерять, там, работу ли, или там что-то еще. Да, статус и так далее, да. Поэтому напряжение, он находится практически всегда. Вот. Значит, также сюда мы можем отнести страх публичных выступлений, страх успеха, также сюда относим страх неудач. Ну, в случае страха успеха, например, можно это объяснить тем, что человек может не оправдать чьих-то ожиданий, или своих собственных ожиданий. Тогда включается этот страх. Страх неудач, это, например, человек может совершить какую-то ошибку, и также может активизироваться его вот это состояние негативное. И также он может очень долго это переживать, носить в себе. Это может быть препятствием для реализации его в каких-то, в какой-то другой деятельности социальной, да, ну, или вообще просто в жизни. Поэтому вот все эти страхи, они, конечно, очень связаны с физиологией напрямую. Вот у нас на прошлой передаче, да, у вас очень подробно рассказывала коллега моя, Анастасия Сергеевна, о психосоматике. И я хотела тоже немножечко об этом упомянуть. Почему? Потому что именно вот эти социальные страхи и стрессы, да, которые испытывает человек, да, вызывают целый ряд заболеваний, которые приводят человеку, в общем-то, в болезни и крайней смерти, да, потому что, ну, о них, что можно сказать? То есть среди них это сердечно-сосудистые заболевания, это инсульты, инфаркты, это многие другие заболевания, ну, это так, в общих чертах, поэтому... В общем, страх ядовит, он поражает весь организм и приводит к печальным последствиям, и как-то этому нужно учиться противостоять. Да. Значит, ну, про социальные страхи, да, мы сказали. Ещё среди этой группы страхов мы можем выделить страх экзистенциональный. Это внутренние страхи, которые связаны с пространством, страх пространства, страх времени. То есть это тот самый страх смерти, который присутствует у каждого живого человека или там высших животных, да, вот, это такое базовое. Но чем он отличается от страхов биологических? Тем, что как бы реальной угрозы нету, но бессознательно человек его в себе, ну, как бы, носит, да, и он может активизироваться в какой-то критической ситуации для него и также оказывать на него негативное влияние. Вот. Также ещё можно сюда назвать ещё одну четвёртую категорию, да, страхов. Это детские страхи. Все мы родом из детства, говорят, да, и мы все из детства, как бы, во взрослую жизнь можем переносить какие-то такие травмы детские, страхи, которые также влияют на жизнь и благополучие, здоровье человека в будущем, да. Ну, это как бы вот информация о том, какова его природа и как на сегодняшний день мы можем, в какие группы их выделить. Вот я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что работает у нас прямая линия. Можно позвонить прямо к нам в эфир, задать вопрос. 54-62-72, такой номер телефона. Он сейчас на экранах. Можно позвонить и задать, адресовать свой вопрос психологу Центра социальной помощи семьи и детям Ирине Багировой. Да, сегодня Ирина Михайловна любезно отвечает на наши вопросы. Ну, и я напомню, что тема, в общем-то, всем близкая, знакомая тема, которая касается, пожалуй, каждого, потому что в жизни без страхов, к сожалению, не обходится. Вот мы сегодня разбираемся в психологии страха, в его природе. Уточнили, какие существуют виды страхов. В общем-то, ну вот причины и значения страха. Ведь мы с вами выяснили, что отчасти он даже полезен. Он помогает в каких-то ситуациях сохранить жизнь и здоровье, обеспечить себе безопасность. Вот причины, вы сказали, что одна из них родом из детства. Давайте об остальных поговорим, ну и вот все-таки, наверное, подробнее о тех самых детских переживаниях, страхах, которые, к несчастью, идут с нами уже во взрослую жизнь. Ну, о детских переживаниях это, конечно, все очень индивидуально. У каждого человека свои какие-то детские переживания, да. Это и развод родителей может быть причиной того, что у человека, у ребенка был определенный такой опыт негативный. И он в будущем, наверное, боится создавать свою семью. Или у него есть какой-то такой пример, который почему-то для него считается, что это может произойти и с ним, это может произойти и с его семьей, с его отношениями. То есть непроработанные какие-то внутренние свои переживания, ну, как бы, могут повлиять. Ну, страхи детские, они могут быть разные, да. Ребенок мог, допустим, оставаться один дома. Родители могли его там, допустим, в силу каких-то обстоятельств, но не маленького ребенка оставлять одного. То есть страх темноты, страх одиночества, да, это все вот оттуда. И поэтому, когда во взрослой жизни он встречается с какой-то ситуацией подобной, да, у него это, естественно, может активизироваться, и ему сложно разобраться, наверное, но это возможно, потому что страх все-таки, он может быть контролируем в каком контексте. То есть, ну, осознать, увидеть его, да, и что-то с этим сделать может любой человек, даже без привлечения специалистов. Вот. Ну, и получить другой совершенно опыт, который не будет ему мешать в его реальности, в настоящем, да. Ну, вот, наверное, так. Потому что, конечно, их, конечно, очень много, и все это очень индивидуально. Ну, в общем, так. Вот вы говорили о страхе смерти. Ну, в принципе, с одной стороны, это действительно нормальная реакция любого живого организма, ну, по крайней мере, человека, да, вот, переживать и волноваться, и не хотеть этого. Но когда это превращается в фобию, и что действительно делать, как себя на каком-то этапе остановить, обезопасить от вот этой ненужной эмоции? Когда это переходит в фобию, необходимо тогда обратиться за помощью в любом случае. То есть не оставаться один на один с этим своим страхом, с этой своей проблемой. То есть необходимо с кем-то это обсудить, с тем, кому ты доверяешь. Это может быть близкий человек, а может быть специалист, психолог, или, ну, любой другой человек, который бы смог бы разделить это напряжение, эту тревогу. Конечно, могут, мы не застрахованы от каких-то заболеваний, например, да, которые человеку, ну, тяжело переживать в своей жизни. И если он остаётся один на один, ну, ему гораздо тяжелее, да, справляться с этим своим состоянием. Поэтому чувство поддержки, чувство того, что можно принять, найти какое-то решение, если ты сам не можешь, да, то есть кто-то тебе подскажет, кто-то тебя направит, и вместе можно как бы выйти из этого состояния. Потому что фобия, да, это как раз то состояние, когда человек не в состоянии что-то делать, куда-то двигаться и вообще как-то справляться с этим. Вот. Поэтому первая рекомендация, это, конечно, не оставаться одному и искать помощи и поддержки. Вот. И тогда проблема может быть решена, если она действительно не такая, которая уже, ну, сами понимаете, бывают разные ситуации. Ну, в любом случае, выход можно найти вместе и справиться с этим. Вот так ли безобидны вот эти страхи, которые, в принципе, ну, считаются вполне нормальными в детстве, да? Вот мы уже говорили, там, страх перед темнотой, там, перед одиночеством, то есть когда ребёнок остаётся в комнате, допустим, один, без родителей в какой-то период. Вот. Ещё страх высоты, когда просто качели там или карусели каких-то боится ребёнок. Вот так ли безобидны эти страхи и почему не удаётся их перерасти, почему они уходят в возрослое состояние? Нужно ли с этим бороться изначально, сразу же, каким-то образом в детстве или пусть это так и остаётся как будто безобидное какое-то состояние? Ну, прекрасно, когда у ребёнка есть такие понимающие и воспринимающие, скажем так, состояния своего ребёнка, родители или там близкие люди, которые могут по каким-то определённым признакам выяснить, что с ребёнком что-то не так, что он вот что-то поменялось в его состоянии, либо в его поведении, и определить, может быть, как-то с ним поговорить об этом и оказать ему поддержку. Потому что самое главное для ребёнка то, что необходимо обеспечить родителям, это безопасность. И если эта безопасность каким-то образом родителями ребёнку не обеспечена, то, естественно, ребёнок чувствует себя совершенно одиноким, беспомощным, и может закрыться, замкнуться в себе, то есть может перестать общаться со своими одноклассниками или среди сверстников, то есть такой вот уход в себя, депрессия, так называемая. Либо могут появиться какие-то капризы, я не знаю, что-то ещё, то есть всё что угодно. То есть это такие вот какие-то внешние факторы, которые всегда можно увидеть. И тогда разобраться либо самому, либо привести к психологу, да, и вместе уже как-то помочь выйти, да, проработать это всё. То есть обрести вот эту уверенность, силу и стабильность, да, и что важно, то есть обеспечить безопасность. И вот, Колюш, мы с вами на такую тему замечательную говорим, очень важную действительно для каждого, да и для каждой семьи. Вот хочется узнать, вот этот метод, знаете, вышибания клином, да, когда вот этот страх темноты лечат тем, что там вот иди и будь там один сам, или там боишься там на этих качелях, вот пойдём, и будем там с тобой тренироваться, не бояться этой высоты. Вот это правильный метод? Или же не стоит его применять, то есть вот подобная методика, она не будет ли вредна для психики окончательно? Человека не загонят ли в такой угол, откуда ему уже самостоятельно, ну, совсем не будет тяжело? Конечно, детская психика, она очень ранима, очень тонка, и здесь нужна очень такая большая деликатность и очень такой правильный подход. То, что вот вы озвучили, да, боишься темноты, иди, значит, закрывается ребёнок, и там, да, он должен это как-то преодолеть. Это, конечно, вопиющая ситуация, такого просто нельзя даже допускать, потому что это ужасно для психики, это ещё больше может травмировать ребёнка. Вот, поэтому если вы хотите помочь ребёнку преодолеть какую-то ситуацию, вы можете это сделать вместе, вы можете придумать какую-то там, допустим, сказку о том, как главный герой преодолел то, что, допустим, ребёнок чего-то боится, и вместе сообща, найти решение, там, привлечь какого-то волшебного помощника, ну, если это маленький ребёнок, да, если мы говорим о маленьком, раннем таком возрасте. Вот, и потому что у детей в этом возрасте развито магическое мышление, они очень любят фантазировать, представлять, и это всё достаточно ярко, это можно вместе как-то преодолеть и справиться. Ну, с психологами проходит примерно похожая работа, потому что мы работаем через арт-терапию с детьми, да, и мы работаем через образы, и как раз вот уж страхи мы хорошо можем, скажем так, трансформировать и помочь ребёнку справиться. Вот, поэтому это нужно делать вместе, это нужно делать очень аккуратно, и это опосредовано через какие-то внешние стимулы, да, чтобы ребёнок понимал, что он не один, что родители, он также как бы участвует в этом процессе, он ему помогает и как бы направляет, и у него формируется тогда вот такая уверенность и понимание того, что он не один, что самое главное, да. Ну, это такая вот замечательная ваша подсказка, что касается маленького человека, который зависим от родителей, и, слава богу, что они готовы прийти ему на помощь и позвать специалистов, которые бы в этом помогли. А вот что касается взрослых людей, ведь у каждого, я думаю, найдётся где-то свой какой-то, может быть, маленький, но такой опасный страх, который живёт, и, в общем-то, в принципе, в каких-то ситуациях оказывается непобедим. Вот всё-таки как научиться какому-то бесстрашию, как научиться контролю ситуации? Я знаю, что даже у психологов есть какие-то специальные упражнения, которые помогут контролировать ситуацию. Например, действительно, многие взрослые люди боятся высоты, да, так или иначе, им когда-то в какой-то период где-то приходится, кто-то боится летать, кто-то боится уколов, кто-то ещё чего-то боится, может, каких-то более серьёзных ситуаций, кто-то боится приходить в кабинет к руководителю, кто-то, как вы уже в начале передачи нашей говорили, боится публичных выступлений. Ну, в общем, масса, перечислять можно бесконечно. Какое упражнение? Что сделать? Взять себя за руку, я не знаю, за ухо, вдохнуть-выдохнуть? Что необходимо делать? Что нужно себе говорить в этот момент, когда вот этот липкий страх тебя сковывает? Ну, да, здесь, конечно, очень интересно. Почему? Потому что самое главное в этой ситуации – осознать свой страх, понять, что именно и какой он, да, посмотреть, как говорится, ему в глаза, да. Это первое, это уже первый шаг к успеху. Значит, да, конечно, есть упражнения. Я могу сейчас как бы немножко озвучить такое очень простое упражнение, которое может сделать любой человек без привлечения каких-то специалистов сам, подумав вот над ситуацией, которая его беспокоит, тревожит, то, чего он боится, да. Значит, необходимо следующее сделать, я сейчас расскажу. Ну, допустим, да, берем лист бумаги, в середине пишем свой страх. Ну, например, пусть будет страх одиночества, да, вводим в кружочек, делаем такие лучики для чего? Для того, чтобы написать вопросы, на которые мы потом дадим ответы. Значит, этот страх мы оцениваем по десятибальной шкале, ну, с интенсивностью какой-то определенной, да, ну, насколько этот страх силен, например, от нуля до десяти, ну, пусть будет семь, предположим, то есть я боюсь вот настолько, да, то есть это больше, чем половина, то есть практически на сто процентов, да. Вот, мы записали, посмотрели, поняли, что это, и дальше мы задаем вопросы. В чем причина этого страха, например, да, куда он ведет? И каждый ответ напротив одного из лучиков и записываем. Да, мы записываем, мы отвечаем сами себе. Вопросы могут быть абсолютно разные, я, как бы, привожу только пример. Значит, какая польза от этого страха? Какие, как бы, какие минусы, да, негативные моменты этого страха есть? Что будете делать с этим, да? И самое главное, зачем он тебе нужен, да? То есть мы отвечаем на эти вопросы, ну, таким образом, ну, как бы, поиграли, да, с ним. Вот, хотя это может быть достаточно сложно, но, тем не менее, возможно. Любой человек может это сделать. И самое интересное, потом посмотрели опять на свой страх, ну, как бы, ответили на вопрос и сняли вот это напряжение, которое изначально было, которое очень мешало. Вот. И оценили вторично, по той же самой десятибалльной шкале, как теперь, на самом деле, я чувствую себя, насколько этот страх остался таким же сильным, или чуть-чуть, ну, как правило, он, естественно, снижает свою значимость, да. И это уже залог успеха. Это уже то, что человек над ним поработал, он уже не будет столько сил тратить на преодоление каких-то таких проблем для себя сложных. И дальше может спокойно, в общем-то, двигаться дальше в нужном направлении. Вообще, человек способен к самоконтролю? Способен ли он самостоятельно разобраться в ситуации? Вот с помощью, допустим, вот таких вот подсказок, которые мы сегодня вот с вами даем в телевизионном эфире. Кстати, я напомню нашим зрителям, что можно к нам еще позвонить в эфир по телефону 54-62-72, да, идет у нас прямой эфир, и есть возможность получить ответ от специалиста. Вот. Так возможно ли все-таки самому себя научить не бояться, защитить себя от вот этих вот стрессов, которые так глубоко, принимая в нас, вызывают страх? Или все-таки не надо заниматься самодеятельностью, и лучше все-таки сразу идти к психологу, к специалисту, но благо, что они у нас есть? Ну, можно, конечно, рекомендовать обратиться к специалисту, и нужно, да, рекомендовать. Но иногда бывает такая ситуация, когда человек, ну, наверное, может своими силами как-то справиться. То есть попробовать самому можно, ничего здесь такого нет, да. Взрослый человек, который анализирует ситуацию, понимает вообще, что происходит, да, и в его силах подумать, поразмышлять над этим, проанализировать ситуацию, ну, сделать вот похожее, может быть, такое вот упражнение, занятие, да, поиграть с ней, может быть, так скажем. Вот. И решить какую-то свою проблему. Конечно, на 100%, сразу говорю, ну, вряд ли сразу получится, да, его брать, что ли, да, так. Можно снизить какую-то вот такую интенсивность и такой накал. Каждый может, да. То есть, либо обратиться, конечно, к специалисту, который поможет выйти из этой ситуации, которая для человека очень сложна, да. Чего точно не стоит делать, вот, принимая самостоятельные какие-то меры, вот, чего точно предпринимать нельзя, не нужно? Что может навредить, вот, в этих самостоятельных шагах? Ну, наверное, если мы имеем, допустим, какой-то свой опыт, и так вот то, что мне первое пришло, да, мы можем как бы навязывать этот опыт, ну, непрофессиональный, скажем так, тому человеку, который находится в похожей ситуации. Мы можем ему там, конечно, что-то посоветовать, ну, проводить с ним какие-то манипуляции, вот, по тому, чтобы справиться с этой ситуацией, наверное, точно не стоит, потому что мы не знаем, какой человек, насколько он впечатлительный, насколько вообще это может ему подходить, или, не знаю, может человека еще больше разрушить. Поэтому стоит этого не делать, вот. Единственная рекомендация, да, что если уж так получилось, что вы оказались рядом, ну, с человеком, у которого такая проблема, выслушать, поддержать, протянуть, как бы, такую руку, ну, поддержки, что ли, да, что ты не один, я с тобой, мы вместе, мы справимся, вот. Но поговорить об этом, то есть просто об этом поговорить, чтобы человеку стало легче. Ну, это может любой сделать. Ну, и всегда в финале программы мы напоминаем о том, собственно, куда человек может прийти со своими страхами, со своей какой-то сложной жизненной ситуацией, чтобы получить квалифицированную помощь от профессиональных специалистов. Ну, да, в нашем городе существует центр, функционирует центр социальной помощи семье и детям, и каждый желающий, имеющий там какие-то, какую-то потребность, может обратиться к нам. Также наше отделение, музыки 30, отделение социально-психологической помощи, телефон 48-09-10. Если какие-то есть вопросы, сложности, трудности, обращайтесь, поможем. И завершая уже нашу сегодняшнюю программу, от вас такое короткое, знаете, но емкое, я надеюсь, позитивное пожелание ко всем тем, кто сегодня нас с вами смотрит. Ну, хочется пожелать людям, знаете, какой-то такой легкости и свободы, особенно если это касается какой-то сложной ситуации. Если мы говорим про страх, то есть такое выражение, человек только тогда становится свободным, когда он сознательно перешагивает через свой страх. Сознательно. Почему сознательно? Потому что делает какие-то такие вещи, которые ему помогут в будущем. То есть берет ответственность за то, что он делает. И тогда обретается свобода, легкость какая-то и радость, что самое главное. В общем, всем хочется пожелать радости и свободы. Замечательно. Сегодня в программе «Один на один» мы учились побеждать страх психологов в социальной сфере, отделение социально-психологической помощи Ириной Багировой. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова